Настало время новой эры супергероев и злодеев. Думаете, что знаете их всех? Что ж, как насчет небольшой викторины? У вас будет 5 секунд, чтобы разгадать ребус из эмодзи. Кстати, вам будут попадаться персонажи из разных вселенных, поэтому придется хорошенько постараться. За каждый правильный ответ вы получите 1 очко. Не забудьте записывать свои результаты. И мы начинаем. Сначала простой вопрос. Кто это? Гений, миллиардер, филантроп. Конечно, это Тони Старк или Железный Человек. Еще один простой персонаж. Кто-то больше любит собак, кто-то кошек. Селина Кайл точно относится ко второй категории. Ведь она женщина-кошка. Что скажете об этих эмодзи? Это серебряный серфер. Космический искатель приключений. Эти эмодзи кажутся вам знакомыми? Это Черная Пантера. Король и защитник Ваканды. Навсегда. Мне кажется, здесь ответ вполне очевиден. А вы как думаете? Конечно же, это Джокер. Клоун, который обожает черный юмор. Сумеете отгадать этого персонажа? Это король снов и правитель царства кошмаров Морфей или Песочный Человек. Если вы подумали, что это Песочный Человек с Уильямом Бейкером, также известным как Флинт Марка, антагонистом комиксов Марвел, врагом Человека-паука, вы все равно получаете очко. Так, этого персонажа вы точно узнаете. Простой парень из Бруклина, который стал национальным героем. Это Капитан Америка. А что это за эмодзи? Помимо того, что этот парень увлекается музыкой, он еще и галактику спасает. Это Звездный Лорд. Очень простой вопрос. Это ваш дружелюбный сосед Человек-паук. Кто скрывается за этими эмодзи? Конечно же, это Ртуть. Так, это вопрос с подвохом, потому что на него есть два ответа. Знаете, какие? Человек-муравей и Оса. Эти эмодзи скрывают Ванду Максимов или Алую Ведьму? Какой это персонаж? Вот подсказка. Подумайте более абстрактно. Он тот, кто защищает Землю от магических угроз. Это Доктор Стрэндж. Кто скрывается за этими эмодзи? Что напоминают эти эмодзи? Осторожно, огне опасно. Это один из членов фантастической четверки. Человек-факел. Знакомые эмодзи? Это Ядовитый Плющ. Гениальное ученое в области ботаники и биохимии. Кто скрывается за этими эмодзи? Это принцесса-амазонок-чудо-женщина. Кого описывают эти эмодзи? Невероятного эксперта в тактике, вспыльчивого реактивного енота. А здесь у нас кто? Это больше не Джингрей. Теперь это Темный Феникс. Невероятно могущественный мутант-телепат. Кто скрывается за этими эмодзи? Даже во время допроса она не забывает о своих обязанностях. Это невероятно дисциплинированная черная вдова. Следующий ребус из эмодзи. Этот парень доказал нам, что можно быть супергероем, имея при себе только лук и стрелы. Это соколиный глаз. Какой герой спрятался здесь? Это лунный рыцарь. Супергерой, который служит Хонсу, египетскому богу Луны. Вот так-то. Что это за персонаж? Это Флэш. Кстати, а знаете ли вы, что так называли минимум пять разных персонажей, которые обладали сверхскоростью? Посмотрите на эти эмодзи и скажите, кого они вам напоминают. Это зеленый фонарь. Как и в случае с Флэшем, это имя нескольких супергероев, которые борются со злом, создавая энергетические объекты с помощью силы кольца. О каком персонаже говорят эти эмодзи? О могущественном мутанте Магнетта. А теперь проверим, как хорошо вы знакомы с комиксами. Скажите, кто это? Это Джон Константин, детектив-окулист, который отлично справляется со своей работой. Следующий ребус довольно непрост. Не расстраивайтесь, если не смогли ответить на этот вопрос. Это одна из недооцененных и малоизвестных героинь Марвел, которая не появлялась ни в одном фильме. Но если вы узнали ее, мое почтение. Это лунный дракон, могущественный телепат и мастер боевых искусств. От других героев Марвел девушка отличается тем, что свои способности она получила не при рождении или в результате несчастного случая, а исключительно благодаря умственной дисциплине. Пример для подражания. Хорошо, теперь вопрос полегче. Кто это? Именно этот человек основал Людей Икс. Это Чарльз Фрэнсис Ксавье, который также известен как Профессор Икс. Следующий набор эмодзи для вас. Еще один мифологический супергерой. Асгардец Тор Одисон. О каком супергерое вам напоминают эти эмодзи? Это Вижен, робот-андроид, который считает людей странными. Дружище, мы с тобой согласны. Посмотрите на эти эмодзи и скажите, кого они описывают. Халка. Злого зеленого монстра. Но в человеческом облике он просто гений. Мы приближаемся к завершению. Вот еще один простой вопрос для вас. Кто это? Я есть Грут. То есть он Грут? Не я. А вот этот вопрос уже посложнее. Еще один малоизвестный персонаж Марвел – Валет Червей, который в какой-то момент был постоянным героем комиксов «Мстители» и «Железный человек». И, наконец, последний вопрос. Кто скрывается за этими эмодзи? Это певчая птица – Мелисса Голд. Злодейка, которая потом стала супергероиней в комиксах «Громовержцы». А теперь давайте посмотрим, сколько очков вы набрали. Если вы набрали от 0 до 7 очков, скорее всего, вы исчезли, когда Танос использовал Камни Бесконечности. Но раз вы вернулись, пришло время наверстать упущенное, потому что в ближайшее время супергерои никуда не денутся. Если вы набрали от 8 до 14 очков, держу пари, что вы просто были заняты путешествиями по галактике и поэтому не успели посмотреть фильмы и сериала «Супергерои» и прочесть комиксы. Нужно почаще возвращаться на Землю, потому что если продолжите в том же духе, возможно, в конце концов, вы просто перестанете понимать землян. Если вы набрали от 15 до 21 очка, вы тоже обладаете суперспособностями, а еще вы пытаетесь делать несколько дел одновременно, как и любой супергерой-подросток, который изо всех сил пытается жить нормальной жизнью в перерывах между борьбой со злодеями или спасением мира. Именно из-за этого вы можете чего-то не знать. Но не переживайте, все поправимо. Если вы набрали от 22 до 28 очков, поздравляю, у вас большой потенциал. Агенты Щ.И.Т. уже присматривают за вами. Может быть, скоро вы получите приглашение от самого Ника Фьюри. А если у вас обнаружат суперспособности, то сможете побороться даже за место в команде Мстителей. А если вы правильно ответили на 29-35 вопросов, снимая перед вами шляпу. Должно быть у вас просто невероятный ум. А вдруг вы телепат и умеете читать мысли? В любом случае, вы просто гений, которому нет равных. Нарекаю вас верховным правителем мира комиксов.